Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Переехала в квартиру эту я еще тогда, когда студенткой была. Родители сделали невероятно дорогой подарок. Маленькая однушка, которую я быстро обжила и превратила в уютный домик. Сначала студентки, а после работницы банка. Я любила свой дом. Обожала соседей, хотя тут и проживали в основном бабульки и дедульки, любящие обсуждать все, что только движется и умеют дышать. Конечно, меня тоже не раз обсуждали эти милые создания, но в основном обо мне всегда все говорили хорошо. Я всегда старалась помочь, была улыбчива и мила ко всем и каждому. Однажды к нам в дом переехал молодой парень. По возрасту чуть младше меня или такого же возраста. Тогда уточнять не хотелось. Квартира была у него тогда напротив моей. Познакомились мы случайно. Ко мне чуть в квартиру не влезли и я меняла замки на более надежные. Тогда-то на лестничной площадке и познакомились. Говорила обращаться, если что нужно. Он лишь улыбнулся. Замок мне тогда поменяли и предупредили, что пока я не наловчусь и ключ не привыкнет к новому замку, дверь будет скрипеть. Тогда все и началось. Стоило мне выйти из дома на работу, новый сосед уже был под дверью. То просто сидел, то просил чего-то типа соли или сахара. Я уже было думала, сколько он мог соли есть и сколько сахара в чай кладет. Я уж было думала показать парню, где у нас выгулочный парк и магазин, чтобы он отстал. Но он продолжал. Я начала бояться. Но действительно, я испугалась тогда, когда заметила, как он сидел на скамейке и наблюдал за моим окном. Квартира моя была на втором этаже. Я не хотела выходить из квартиры и начала все чаще оставаться у подруг. Те смеялись и говорили, что я накручиваю. А я прямо-таки чувствовала, как у меня растет чувство тревоги. Начала развиваться мания преследования. Я все время ходила и оглядывалась, не наблюдает ли за мной кто. Со временем даже стала подозревать, не тот ли он человек, что хотел ко мне пробраться в квартиру. Может, он и квартиру тут купил только для того, чтобы рядом быть. А может, все дело в том, что я работаю в банке. Вариантов было много, а самого простого я не рассмотрела. Пришла домой как-то вечером, а там записка. Он погулять хотел. Я уж слишком перенервничала и выбежала во двор. Стала громко дышать. Меня встретили излюбленные бабушки. Стали расспрашивать. Из их разговора я поняла одно простое решение. Стоит с парнем поговорить, ибо совсем не зла он мне хочет. Смешно было узнать, что это он так познакомиться хотел. Все никак не решался, а влюбился и страдал. Каждый раз выходил из-за громкого замка, готовый звать меня в кино или кафе, но боялся. А я-то уже надумал о себе. Я обещала подумать. Следить парень перестал. Со временем в кино мы таки сходили. Уже три года вместе. Готовимся к свадьбе. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.